Девушки отдыхают Судя по тому, что нам спикеры в первом часе поведали, ситуация в Кирове стабильная и даже тот единственный человек, который госпитализирован сейчас в единственную, не надо ни с чем больше путать, больницу, а это инфекционная больница, которая занимается приемом изоляции больных и тестированием на коронавирус. Все спокойно. Результаты по пациентке, которые сейчас госпитализированы, еще пока неизвестны, но в целом ситуация в Кирове спокойная. По коронавирусу мы не видим пустых полок в магазинах, паники на улице, и люди как-то ответственны. Ну и по словам заместителя министра, число там необходимой аппаратуры для мало ли что случится, все вроде бы есть. Все есть. Говорят, есть. Все готово. Вот мы сейчас хотим связаться с Владимиром Корневым, главным редактором телеграм-канала «Белгород-1» по ситуации в Белгороде, потому что, насколько нам известно, там тоже один человек, но он заболевший и подтвержденный. И вот что за этим последовало в Белгороде, какие меры предпринимаются, нам интересно узнать, для того, чтобы понимать, как развивается ситуация в городах. Как возможно она будет развиваться у нас. И возможно будет развиваться у нас. Владимир, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о пациенте, который выявлен, с диагнозом, насколько мы понимаем, уже подтвержденным по коронавирусу, и какие меры в Белгороде были предприняты после этого? Да, ну смотрите, пациент, точнее пациентка, она прибыла из Италии через Питер на поезде. Она была всего пару дней у нас в Белгороде, там контактировала, как я понимаю, с родителями, каким-то небольшим кругом знакомых. И, собственно, уехала из города. И только потом уже в Москве у нее диагностировали заболевание. Поэтому, в принципе, когда и стало известно о том, что выявлен первый случай у нас в регионе, то речь шла уже не о своей пациентке, а о тех людях, которые контактировали с ней. Ситуация достаточно спокойная в связи с этим, с тем, что на данный момент в регионе официально нет ни одного заболевшего. Но, тем не менее, новость последних буквально 30 минут, так что вы вовремя связались со мной, и что у нас в регионе отменили все массовые мероприятия на месяц. Значит, в вузах отменили культурно-массовые мероприятия. Ну, в общем, примерно такая же практика, как в некоторых регионах сейчас вводится. Вот введена буквально полчаса назад официально и в Белгородской области. То есть ситуация примерно так. Владимир, вопрос такой. Она, когда была вот эта женщина в Белгороде эти пару дней, да, и контактировала с своими родственниками, родственников-то поместили в карантин? Да, родственников и еще 14 человек, насколько я помню, могу ошибаться числом, контактировавших людей с этой девушкой. Их поместили сразу же. Уже провели два анализа необходимых, и не подтвердился коронавирус у них. Вот, на данный момент 90 человек находятся под наблюдением в регионе, так или иначе. Пока ни один человек, ну, то есть не выявлено, что ни один, в общем, не выявлено заболевших. То есть заболевших, как бы вот сейчас официально в Белгороде нет, тем не менее меры приняты, и массовые мероприятия все прекращены. Да, все верно. Ну, то есть такие упреждающие меры все приняты. Ну, то есть береженого Бог бережет, как говорят, да, на всякий случай? Это да. Ну, наверное, это правильно. Хорошо, Владимир, спасибо. Спасибо. Чтобы у вас все было спокойно там в Белгороде, мы тоже постараемся, чтобы все было спокойно здесь у нас в Кирове. Спасибо большое. Спасибо вам. То есть, Светлана, видишь, ситуация какая? То есть в городе даже на самом деле физически больной человек не находится. Да. Да, совершенно верно. И, ну, что сказать, сегодня учебный день в школе у нас, например, проходит спокойно, в спокойном режиме, дети ходят в школу, студенты ходят в ВУЗ. Насколько мне известно, во всех школьных и вузовских учреждениях, и СУЗовских учреждениях все готовы к принятию мер, если нужно к переводу на дистанционное обучение. Действительно, открыты школьные программы, и дистанционные программы подготовлены. Цифровизация все-таки дошла до того, что это все есть сейчас и цифровано. В ВУЗе, я сегодня разговаривала, преподаватели говорят, что все лекции в онлайне можно вести, и тестирование, и зачеты, и даже семинарские и лабораторные занятия в онлайне будут проводить. Да, было четко сказано, что расслабиться не придется студентам, все будут, если даже оставаться дома, то работать по полной программе, но пока вот каких-то официальных таких рекомендаций от местного Минобра, например, это не касается, кстати говоря, наших федеральных вузов, они сами принимают решения, пока не было, но в течение сегодняшнего дня, возможно, они последуют. То есть то, что касается школ, для этого нужно какое-то решение все равно Министерства образования, правильно понял, Светлана? Что касается школ, там все равно нужно некое решение Министерства образования. Да, если Министерство образования на уровне муниципалитета, соответственно, местного департамента образования. По подчиненности школ, скажем так. Да, по подчиненности школ, совершенно верно. Но общая рекомендация федеральных ведомств мы знаем. Родители все-таки сами решают, потому что в некоторых семьях есть ситуации, когда невозможно оставить ребенка одного дома, и школы, в общем, открыты. Они работают, функционируют. Ну, если совсем в таких ситуациях, то очень много у нас школ, населенных пунктов, где просто нет возможности технической ввести дистанционное обучение из-за того, что там нет сети. Да, есть такая история, но, тем не менее, в общем, достаточно все... Да тут вот каникулы уже в школу буквально на носу, собственно. Ладно, посмотрим. Ну, мой ребенок ушел сегодня в школу, твой, наверное, тоже ушел в школу. Мой тоже ушел в школу, да. И мы тоже дома абсолютно спокойны. Каких-то экстренных мер, сверхмер я лично не предпринимаю. Продуктами не закупаюсь, масками тоже не закупаюсь. То, что руки моем постоянно и говорим о гигиене, это да. И воды больше пить еще. И больше пить воды. Совершенно верно. Но все-таки мы будем ждать тоже сообщений. Естественно, будем мониторить и следить, и все СМИ кировские эти сообщения публикуют, и официальные. В первую очередь, потому что поддаваться панике нет ничего хуже. Но, с другой стороны, не дооценивать угрозу, свет, мне кажется, тоже смысла нет. Потому что мне иногда, когда читаешь такие сообщения, скажем, заголовок, да, в Амутнинском районе уровень по гриппу, да, и ОРВИ, превышен там, написано в шесть раз заголовок, да. Да, представляешь, да. После этого читаешь, все школы, все детские садики, все работают в штатном режиме. Никаких карантинов, ничего не введено. И становится немножко удивительно. Мне кажется, что наоборот, как бы, лучше перестраховаться все-таки, даже в случае с гриппом, не говоря уже про коронавирус. Вот. А у нас как-то вот иногда к этому, ну, боюсь, что когда вот на самом деле придет опасность, что-то так же точно скажут, да, ничего страшного, продолжаем работать. Вот поэтому, как бы, мне кажется, что... Тут очень важно полетик. Вот тот же Белгород, смотри, вот у них нет в данный момент в городе даже человека с подозрением на коронавирус. Нет в городе такого человека. А все массовые мероприятия у них уже закрыты. То есть они по большому счету к этому готовятся. Да, верно, но у нас пока театры работают, кинотеатры тоже работают. Мы с тобой делали эфир по этому поводу, тоже сообщали. Ничего не отменено. Программа очень насыщена. Но все ведомства и все учреждения на своих сайтах тоже официальную информацию выкладывают. Будем надеяться, что как минимум апрельские мероприятия не отменят. Возможно, мартовские, да, но апрельские как минимум там не отменят. Планы большие. Мы сейчас сойдем на короткий перерыв и после этого развернемся. Мы будем рассказывать о том, как в Кирове все-таки выбирают нового главу администрации, потому что сегодня должно было состояться тестирование у всех кандидатов, которые подали свои заявления на пост сети-менеджера в городе Кирове. Тестирование и собеседование. Тестирование и собеседование должны были пройти. Тестирование-то, как нам известно, прошло, а вот с собеседованием возникли проблемы. Что произошло, вот мы будем говорить об этом после короткого перерыва. Итак, мы разворачиваемся. Сегодня в Кирове должно было пройти тестирование и собеседование трех кандидатов, которые подали свои заявления на пост сети-менеджера, освободившиеся после добровольного ухода Ильи Шульгина с этого поста. Речь идет о следующих персонах. Это Дмитрий Осипов, исполняющий обязанности заместителя главы администрации. Это Вячеслав Семаков, заместитель главы администрации, начальник теруправления по Пермарскому району. И депутат Кировской городской думы Альберт Бекалюк. Вот три человека, которые подали свои документы. Эта комиссия называется комиссия по отбору кандидатов. То есть комиссия проводит вот это вот тестирование, потом проводит собеседование. Из трех кандидатов выбирает двух и представляет их городской думе, которая из этих двух кандидатов уже, собственно говоря, выбирает того человека, который возглавит администрацию. Такой порядок. Да, еще 6 марта сообщали СМИ, что результаты конкурса должны были быть известны в тот же день, когда это тестирование и собеседование проходили. То есть сегодня мы должны были узнать во второй половине дня, что же, кто же прошел с успехом и лучше всех вот эти две процедуры. Но что-то пошло не так. Пошло не так, но как вот, насколько мне известно, то есть тестирование состоялось. Для того, чтобы прошло собеседование, должны были присутствовать представители обеих половин вот этой комиссии. Там есть губернаторская половина и городская половина. Что случилось, мы как раз спросим. Вот с нами на связи сейчас Альберт Бекалюк, депутат Кировской городской думы. Альберт, добрый день. Альберт Александрович. Добрый день. Добрый день. Николай, добрый день радиослушателям всем. Да. Что же такое произошло, почему, вот я уже боюсь этого слова, опять, да, вот опять мы ничего не понимаем в этой процедуре, и опять она не состоялась, скажем так. К сожалению, конкурс не состоялся. Да, к сожалению, конкурс не состоялся. А пишите нам, что сегодня было. Что произошло и что это значит, что будет дальше? Что будет дальше? Будет новый конкурс объявлен на ближайшем заседании Кировской городской думы. То есть вот из-за того, что не состоялось собеседование, будет объявлен новый конкурс? Состоялось не собеседование, конкурс не состоялся. Конкурс не состоялся. Просто лично я увидел некий демарш областных министров, которые, на мой взгляд, просто наплевательски отнеслись к жителям нашего города. Полумиллионного города. Альберт Александрович, а кто должен был прийти со стороны областной власти? Насколько я помню, там господин Цигородцев, Финченко, Коев. Перескоков, наверное, Андрей. Да, Перескоков и представитель завода «Маяк». Представитель совета директоров Сергей Смирнов. Все понятно, да-да. Вот эти пять человек, то есть они просто не пришли? Просто не пришли. Просто проигнорировали. Альберт Александрович, вот вы сегодня пришли в мэрию. Три человека у вас было, да? Да. Пришли на тестирование и собеседование. Что вам было сказано? Ну, тестирование началось в 9 утра. В 9 утра? В 9 утра, да. Мы ответили на 25 поставленных вопросов. И в 10 часов должно было быть заседание конкурсной комиссии, которая должна была проводить собеседование. В этой повестке мое выступление и мое собеседование должно было начаться ровно в 10.00. И остальных с интервалом в 30 минут у других кандидатов. Но в 10.00 мы увидели, что собралось только 4 депутата городской думы. Кто это был? Это была глава города, два заместителя и Ерохин. А по фамилиям? Ну, Елену Васильевну знаем. Елена Васильевна Ковалева, Александр Владимирович Востриков, Рябов Алексей Николаевич. Вот Востриков и Рябов, это два заместителя. А они пришли в полном составе, да? И Ерохин, да? Конечно. А 4 представителя от города, да? Или 5 все-таки? 5. 5 должен был быть Овечкин. Но он тоже не явился. Ага, Овечкин тоже не явился. То есть было 4 представителя города. А область не пришла. Область не пришла. Ну вот смотрите, вопрос-то в чем? В полном составе проигнорировал. В полном составе. То есть вы приходите, городская дума есть, а область не представлена. Как такое могло случиться? Знаете, я еще раз скажу, это вот показатель отношения этих министров к проблемам города. Нет, погодите, вы приходите. Там в грязи, без дорог, без власти. И никому ничего не надо. Я прошу прощения. Это мы сейчас порефлексируем на эту тему. Но вот вы пришли. Раз пришли представители городской думы, они тоже были не в курсе, что не придут представители области. Вы знаете, мне сложно судить, были они в курсе, не были в курсе. Потому что меня пригласили в зал, где собралась конкурсная комиссия, уже в 10-20. И мы услышали извинения от главы города, то что комиссия не собралась и конкурс признан несостоявшимся. Ну я вот не очень понимаю. Смотрите, участвуют три претендента. С вашей стороны нарушений нет. Вы подали все необходимые документы. Все они признаны соответствующим законодательству. Объявлять конкурс несостоявшимся из-за того, что не пришла половина комиссии, мне кажется, это абсурд. Надо просто переназначить было на другую, может быть, дату. Вы знаете, такой порядок, такое положение. Вот на ближайшем я за себя не думаю. Я обязательно выйду с предложением об изменении этого порядка. Ну это абсурд какой. Безусловно. Почему наш город должен зависеть от желания или нежелания каких-то министров? Ну вообще не понимаю. Опять без власти. Никто не может дать пинка этим коммунальщикам, бездельникам. Никто ничего не хочет делать. Ямы никто не латает. Дворы никто не чистит. И дальше еще два месяца посидим. Еще глубже на дно, на дно, на дно. Видимо, их не волнует этот вопрос. Или посчитали, что, наверное, кандидат от власти, ну, не способен одержать победу. А другому кому-то отдавать, наверное, не захотелось. Нет, ну погодите, не способен. У них пять голосов комиссии, они вполне себе способны, извините, я по-русски скажу, продавить своего кандидата. Если он у них там есть в этом списке, да, я условно говорю так. То есть говорить о том, что там он не способен победить, это глупо, потому что у них в комиссии практически пять голосов. Плюс понятно, что против области многие не пойдут. То есть нет вот такого, как бы, это очень смешно. Лучше бы они пришли, на самом деле, и зарубили всех. А с чем вы связываете? Я вот лично, лично я вообще не понимаю мотивацию этих товарищей, которые, ну, еще раз, это такой-то демарш. Демарш и неуважение. Не только к кандидатам, это в первую очередь неуважение к полумиллионному городу. Мне что, я снова подам документы, там, другие подадут, будут участвовать, да? Ну, люди-то ведь страдают от этого, от безвластия. Есть те вопросы, которые напрямую завязаны на руководителя исполнительного органа. Ну, у нас почти все, и они завязаны напрямую. Да, конечно, все. У нас система с совершенным управлением. Реакция какая-то будет от вашей партии, там, от сообщества депутатов? Обязательно, но, во-первых, я уже сказал, что я буду выходить с предложением об изменении этого положения, о выборе. Я готовился к этому конкурсу, я проанализировал достаточно и 131 ФЗ, и наш устав, и Конституцию, где говорится о самостоятельности органов местного управления. А, так можно подождать 22 апреля. О равноудаленности от органов государственной власти. А в данном случае почему-то вот самостоятельность ровно наполовину сокращена в местном управлении в вопросах местного значения. А выборы главы администрации, это, я считаю, вопрос местного значения. Нет ли у вас ощущений? Полномочия в соответствии с Конституцией почему-то у нас уменьшены ровно наполовину. То есть не целиком комиссия из представителей города или муниципалитета, депутатов, а еще почему-то назначается губернатором. Вот, на мой взгляд, тут такая заколырочка. Нет ли у вас ощущения, что выборы будут перенесены на срок после 22 апреля? Вы знаете, у меня ощущения такого нет. Мы уже сейчас говорили с главой города и с заместителями, что обязательно этот конкурс должен быть назначен на ближайшем заседании Думы. Потому что, опять же, есть устав, есть обязанности. Город без власти находиться, без исполнительной власти находиться не может. Альберт Александрович, вот можно ли сейчас пояснить, как будет обстоять? Когда будет ближайшее заседание Думы? Ближайшее заседание в последнюю среду месяца, по-моему, это 25 марта. 25 марта соберется Дума и назначит новый конкурс? Да, объявит. Объявит новый конкурс. Значит, соответственно, он объявит конкурс. Там еще после объявления конкурса, как минимум, наверное, пройдет и пять месяцев, да? Ну, конечно. Почему я говорю? Еще полтора-два месяца без власти. Ну, то есть конкурс все равно получается, так или иначе, состоится после 22 апреля. О чем Светлана спрашивала? Сам по себе конкурс уже после того, как будут... Должен состояться. Ну, не может же город без управления жить. Должен. Обязан их его провести. А вот такое, еще раз повторю, отношение некоторых участников и представителей области, ну, для меня вообще просто это кощунство какое-то. Я не знаю. Ну, как назвать такое отношение к жителям? У меня даже слов нормальных нет. Цензурных. У вас не возникало желания? Наверняка ведь есть телефоны всех пяти представителей области, которые не явились. Узнать у каждого из них, что случилось. А вы знаете, я вам честно скажу, я как раз в приемной находился в этот момент. И секретарь у главы города обзванивался. Все телефоны были выключены. Так. То есть не знали. Я как раз в приемной ожидал, когда меня пригласят в зал заседания для моего интервью, для моего собеседования. Я это прекрасно видел и слышал. То есть город все-таки не знал, раз они обзванивали и не понимали, в чем дело, почему не приходят представители областной власти, раз обзванивали. Так что говорили ваши коллеги, которые вместе с вами подавали документы, господин Симаков и господин Осипов? С Осиповым я не общался, с Симаковым мы только до конкурса успели обменяться царой фраз. Поэтому после конкурса нам не удалось, так сказать, обменяться мнениями. Но я думаю, они все, конечно. Мне кажется, в первую очередь больше всех должен быть расстроен кандидат от власти. Это вы про Дмитрия Валерьевича? Осипова. Ну да. Ну да. Хорошо. Мы будем связываться после перерыва с Денисом Ерохиным и свяжемся еще с Михаилом Кирилловым, заведующим отделом по связям с общественностью, работой с информацией Кировской городской думы. А вот сейчас, если вернуться к тестированию, к самому тестированию, насколько вам показалась эта процедура весомой, значимой, сложной ли были вопросы? Я считаю, что это абсолютно ненужная процедура. Почему? Ну, что там, ответить на эти 25 вопросов, это что? По этим 25 вопросам определяется уровень компетенции руководителя? Нет, невероятно определяется уровень знакомства с законом. К сожалению, ежедневно исполнительно распределена деятельность администрации куда сложнее и многограннее, чем знание полномочий тех или иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии и так далее, главы города, депутатов. Ну, знаете, теория есть теория, на практике все совсем по-иному складывается в управлении. Ну, то есть вы считаете, что этот этап, как тестирование, он не нужен? Нет, конечно. То есть все можно узнать в процессе собеседования? Даже процесс собеседования, понимаете, он очень, на мой взгляд, субъективен. 10 человек за 15 минут, что они могут выяснить о том или ином кандидате? Ну, это же невозможно. Человек должен иметь опыт, опыт управленческой, административной, хозяйственной деятельности, общественной деятельности. Все должно быть, сочетаться в кандидате, в претенденте и в будущем руководителе. А так вот, хотим этого, давайте его, давайте другого, давайте другого. А вот не получается, ну, давайте конкурс сорвем. Вот по этим признакам мы и видим сегодня, там, наша областная власть поступила. То есть идеальный вариант был бы просто по тем документам предъявленными, документы, которые предъявляют соискатели этой должности, да, чтобы депутаты смотрели, видели, есть у человека опыт, там, какой он, позитивный, негативный, есть ли какой-то опыт общественной работы. Из этого исходя уже просто выбирали себе там главу, да? Я уже, да, Николай, повторю свое предложение, свою мысль. Я считаю, что в современное время вовлеченность наших граждан, она в вопросе управления нашим городом, она существенно изменилась. Есть желание соучаствовать у жителей. Поэтому вот эта конкурсная комиссия, эти опросы, эти собеседования, это все полная ерунда. Выбирать главу администрации, руководителя города должны на всеобщих... Всенародным голосованием. Но опять же, это требует всего лишь изменений в устав, и депутаты вполне правомочны это сделать. Конечно. Я думаю, что мы и будем это предлагать. Ну ведь это вот сегодняшний случай, но это просто еще раз повторю. Ну что за пренебрежение полумиллионным городом? Еще раз повторю, у меня просто нет слов. Одни эмоции. Ну, Альберт Саныч, честно говоря, у меня эта информация самого изумила. Но, во-первых, я еще полагаю, что по большому счету, раз эти люди делегированы в эту комиссию, то есть им дано такое поручение губернаторам, я правильно понимаю, да, это губернаторская сторона? Да, да, да. И эти люди либо не исполняют это поручение, да, либо, может быть, губернатор им сказал не ходить, не знаю. Но будем понимать так, что они не исполняют по каким-то причинам это поручение, мы должны понимать информацию о том, что они должны за это каким-то образом понести ответственность. Но, насколько я понимаю, это все люди подчиненные. Действительно, сегодня, насколько мне известно, губернатор у нас в съезде и исполнение обязанностей возложен на другое лицо. Вот и понимаю, что командировки, как мы услышали, что эти все люди оказались в командировках, ну, наверное, тоже с согласия руководителя субъекта. И этот руководитель субъекта должен был знать, что в этот день они должны участвовать в конкурсе. Ну, как же так? Ну, что ж нас обманывать-то всех? Ну, зачем? Ну, будем разбираться, Альберт Александрович, будем разбираться и будем надеяться, что это последнее... К сожалению, время идет, время идет. Время, да, время к сожалению. Я повторю, город просто утопает в грязи. Всем все все равно. Без власти. Альберт Александрович, у нас тоже время идет, у нас сейчас уже время перерыва, поэтому спасибо за комментарий. Спасибо вам, всего доброго. Большое, всего доброго. Продолжается программа «Дневной разворот». Я временно пока остался один в студии, Светлана уточняет определенные моменты, некоторые. Сейчас мы попробуем связаться с Михаилом Кирилловым, заведующим отделом по связям с общественностью, работе с информацией Кировской городской думы. Может быть, он нам немножко прояснит ситуацию, которая сложилась сегодня во время заседания комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации города, который, как мы сейчас поняли, объявлен несостоявшимся, потому что на заседание этой комиссии не пришли представители так называемой губернаторской половины. То есть, как бы ожидалось, что будут министр юстиции Максим Финченко, министр внутренней политики Николай Коев, министр промышленной политики Андрей Перескоков, зампредпредсед Александр Царьегородцев и председатель Совета директоров завода «Маяк» Сергей Смирнов, должны были быть на этом заседании, но вот по каким-то причинам их не оказалось, и, соответственно, конкурс был признан несостоявшимся. У нас на связи Михаил Кириллов, заведующий отделом по связям с общественностью, работе с информацией Кировской городской думы. Михаил, добрый день. Алло, добрый день, да. Да, Михаил, может быть, вы разъясните, что сегодня произошло, почему так получилось, что конкурс признали несостоявшимся? Ну, конкретно, почему я им сейчас прямо не готов, я им на чистую причину называть, но конкурс признан несостоявшимся, и на ближайшем заседании Кировской городской думы, это будет 25 марта назначено, там уже будет вынесен вопрос о назначении даты нового конкурса. Назначение даты нового конкурса предполагает, что вот те люди, которые там, ну, готовились к этому, участвовали в нем, то есть им придется снова подавать документы там, да? Да, это будет, еще раз повторяю. Абсолютно новый конкурс, да? Абсолютно новый конкурс, да. Также точно будет новое положение на назначение конкурса, также точно все это будет опубликовано на сайте, будут назначены члены комиссии заново. И члены комиссии будут заново назначаться? Конечно, конечно. И, конечно, каждый кандидат может подавать заново документы кандидатов уже. А, соответственно, может быть, несколько. Понятно, что их в этот раз было несколько, как бы, Все вроде бы говорило о том, что конкурс состоится, было три кандидата, все люди известные в городе. Как-то вот это очень много всех удивило, что конкурс взяли и признали несостоявшимся, честно говоря. Значит, пока точные причины, почему это произошло, вы сказать не можете, да? Ну, прямо сейчас, если я скажу, это может быть очень голословно, и я могу ошибиться. Ну, хорошо, Михаил, то есть мы будем ждать официального сообщения пресс-службы городадминистрации. Оно будет, я надеюсь? Объяснять людям, почему город уже сколько месяцев находится без главы администрации, без избранного? Ну, смотрите, это же не администрация города, я вот что-то находится без главы. То есть предварительные данные, что не стоялся в кворум. Не было кворума, да? Да, это предварительные данные. Хорошо, хорошо, спасибо, Михаил. Так, это очень интересная, на самом деле, ситуация, которая сегодня складывается с конкурсом. Уже понятно, что он не состоялся, он закрыт, будет новый. Мы попытаемся сейчас связаться с Денисом Ерохиным, членом как раз вот этой конкурсной комиссии. Который пришел на ее заседание. Который пришел на ее заседание депутатом городской думы. И его мнение, и его взгляд на ситуацию мы сейчас выслушаем. Так, у нас на связи уже Денис Ерохин. Денис? Алло, Денис? Денис, Денис, добрый день. Добрый день. Пожалуйста, обрисуйте ситуацию, как вы ее видите. Что сегодня произошло на конкурсе на главу администрации? По отбору кандидатов. Ну, то, что произошло, это уже всем известно. То, что не было кворума для избрания, для принятия комиссии, для выбора комиссии того кандидата, который был вынесен на Думу для утверждения в дальнейшем там. То есть полностью не явилось со стороны правительства пять человек и не было одного депутата от коммунистов. Ну, то, что я считаю, что даже если бы он сегодня состоялся, то само по себе избрание таким способом главы администрации, значит, пятьсоттысячного города, ну, это минимум неправильно, потому что, ну, не могут десять человек определять судьбу пятьсоттысячного города. То, что надо вернуть прямые выборы, мне кажется, это уже однозначно. И я думаю, что в ближайшее время, наверное, вопрос уже дозрел, и в ближайшее время, наверное, будут внесены поправки в закон о том, чтобы выборы главы администрации сделать всенародные. Денис, ну, понятно, понятно, как бы мы об этом много раз говорили, что пора возвращать всенародные выборы главой администрации, но в данной ситуации получается такая картинка, что вот город сейчас по-прежнему остался, вот из-за того, что этот конкурс не состоялся, город остался в состоянии неопределенности. Вы знаете, вот состояние неопределенности, то есть есть исполняющие главы администрации Геннадий Иванович Пляхов. Вы знаете, вот у нас нет с 29 января, по-моему, главы администрации, но я не думаю, что жители сильно увидели какие-то изменения в лучшую или худшую сторону. То есть у нас город уже настолько запущен, настолько вот, наверное, уже и жители привыкли вот к этой бесхозяйственности, к этой грязи, тротуарам ледяным, необрезанным там, неухоженным деревьям и так далее, что диснесенным домам, что вот, знаете, есть глава администрации, нет главы администрации, но, к сожалению, последние 10 лет, вот я считаю, что реально город становится хуже. Поэтому необходимо, чтобы вот убрать вообще такой механизм, когда та или иная команда пытается подставить своего главу администрации, но в конечном итоге заканчивается это все какими-то хорошими историями и, ну, зачастую даже уголовными. Поэтому я считаю, что, ну, говорить, что там в городе там вот какая-то беда, ну, наверное, ее, как бы, если даже она есть, то ее никто не ощутил, кроме тех кандидатов, которые, наверное, что-то старались, сделали, писали сегодня тесты, и которые, ну, как бы, как оказались и кому не нужны. Денис, по вашим ощущениям, в принципе, как случилось так, что и город был не в курсе, в частности, городская дума, что представители области не придут на сегодняшнюю комиссию? Ну, я считаю, что... Я считаю, что сегодня со стороны, там, одного депутата не было, то есть Овечкина, его не было, то есть нас было четверо со стороны думы. Будь все пять кандидатов, то есть понятно, что на... и проголосовавшись бы они за своего кандидата, который был от области, понятно, что ее бы вынесли на городскую думу. И сегодняшний конкурс бы, наверное, по идее должен был бы закончиться этим. Но я думаю, что не было гарантии то, что дума поддержит данного кандидата, и именно поэтому, ну, наверное, было принято такое решение. Это мое мнение, просто вот других объяснений там, я думаю, что нет, потому что действительно там обзванивали членов вот этой комиссии из правительства. Ну, кто в командировке в районе, кто еще где-то, то есть у кого какие, ну, это же все равно, то есть, ну, как-то люди заранее планируют, тем более, это не какой-то пустячковый вопрос, это все-таки управление 500-тысячным городом, поэтому я думаю, что это именно спланирована какая-то история, наверное, все-таки из-за неуверенности. Подтвердите, пожалуйста, или опровергните наше предположение, что вы, члены комиссии со стороны городской думы, были не в курсе, что не придут представители областной власти. Вы знаете, я как бы предполагал, что что-то такое подобное может быть, но я, честно говоря, был уверен, и когда все, в том числе ваши коллеги звонили и говорили, что все решено, там уже кто будет главой администрации, я всегда говорил о том, что я бы, наверное, не торопился, но почему-то я был уверен, что именно такая ситуация могла бы повториться на Думе, когда не было бы кворума, когда часть бы депутатов просто не пришло, его бы не утвердили. Но то, что это сегодня, честно говоря, я это, ну, наверное, не предполагал. Хотя, в принципе, что-то подобное я должен сказать. Нет, ну вас официально никто не уведомил, правильно? Нет, конечно. Вы-то ведь все пришли. Ну, я так понимаю, никого не уведомили, потому что кандидаты, они с 9 часов, честно, писали какие-то тесты, тоже, которые, допустим, у меня, как у члена комиссии вызывают какие-то сомнения, потому что, ну, если есть 10 человек комиссия, то почему эти тесты им кто-то где-то там выдал, и они как-то до этого написали. Ну, то есть, вот, в прозрачности те ли тесты тому ли выдали, то есть, как бы, не было ли тех кандидатов, которые уже заранее знали, как там шли по одному билету, грубо говоря. О котором тесты полегче достались, да. Да, то есть, вот, вот эта вся непрозрачность, вы знаете, я должен был это делать два раза. Первый раз голосовать сегодня, а второй раз на Думе. Вот у меня и то, у меня вся эта история, ну, настолько непрозрачна для меня, что вот я считаю, что вот здесь как-то мне непонятно, здесь непонятно. Поэтому, вот, ну, это точно надо убирать. Не могут 10 человек избирать главу 500-тысячного города. Это просто, ну, это просто, наверное, неуважение даже. То, что когда-то в 2006 году, в том числе, один из кандидатов предложил данную систему, будучи тогда депутатом, Альберт Пикалюк, я имею в виду. Ну, вот сегодня он заступил на те грабли, наверное, которые когда-то сам и оставил, и положил. То есть, ну, возможно, тогда было, ну, что-то двигало тем, чтобы именно сделать такую систему выборную. Потому что последнего главу администрации это был Киселев. Избранный. Поэтому надо сделать, чтобы и у человека будет и доверие от жителей, и уверенность в каких-то действиях. И ответственность при жителе. И если мы все, как бы, ну, так скажем, не очень будем довольны, но это будет наша какая-то общая ответственность, что, ну, наверное, мы в следующий раз придем, там, другого выберем, то есть и так далее. Вот, поэтому точно надо уходить. Сегодняшняя ситуация показала именно это, то, что эта процедура изжила себя. И вот на сегодня надо поставить эту точку, и чтобы сделать у нас конституцию, можно поменять за несколько месяцев. Нам надо поменять законодательство Кировской области, и регулировать то, чтобы главу администрации как бы избирать все. То есть говорить о том, что там это невозможно, или это долго, или еще что-то, то это, наверное, неправильно. И учитывая то, что если до сентября конкурс не состоится, то в следующие два года мы же не сможем избрать главу администрации. Потому что полномочия у Думы останутся меньше двух лет, и в законе так прописано о том, что если полномочия Думы остаются меньше двух лет, конкурс главы администрации невозможен. И поэтому у нас будут... Исполняющие обязанности. Да, исполняющие обязанности следующие два года. Вот же есть у нас дата 22 апреля, всенародное голосование за поправки в Конституцию. У нас любят совмещать разные даты. Возьмут и совместят... Выбираться с десятью человеками и утверждаться с 36 депутатами, или все-таки на прямых выборах. Я думаю, что тут очевидно будет, что самооднозначно люди скажут, что это делать должны они. Спасибо. Денис Ерохин, член конкурсной комиссии, директор и депутат Городской Думы. Закончен дневной разворот. Николай Голиков. Светлана Занькова. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok